Привет, меня зовут Василий Панасюк, я журналист. Это мой блог о том, как дела у нас дома на Донбассе. И сегодня я расскажу, что советуют юристы, если ваше жилье попало под прицел самопровозглашенных властей в отдельных районах Донецкой области. Как я уже рассказывал, если собственник квартиры и его родственники не живут там, у них могут попросту отобрать эту недвижимость. Я напомню, речь идет не только о квартирах и домах. В перечень входят жилые здания и помещения, хозяйственные постройки, а также имущества, включая земельные участки, которые остались от умерших, чьи родственники не оформили наследство. Эта ситуация вряд ли коснется тех, у кого, например, в Донецке родители остались жить в квартире или в доме. В первую очередь беспокоиться стоит тем, чье жилье присматривают, например, соседи. Или те, у кого квартира вовсе пустует. В благотворительном фонде права на защиту говорят, что подобное происходило и в оккупированном Крыму. Подобная ситуация, но с земельными участками была в оккупированном Крыму, когда оккупационные власти издали распоряжение об экспроприации приграничных земель, принадлежащих иностранцам или лицам без гражданства. Фактически это все земельные участки на побережье Крыма и те, которые граничат с подконтрольной украинской власти территорией. И так можно увидеть, что оккупационные власти в неподконтрольных районах Донецкой области, а со временем, возможно, и Луганской, решили действовать по той же схеме. Если вы уже точно знаете, что ваше жилье забирают, обратитесь в украинские правоохранительные органы. Пока они ничего сделать не могут на неподконтрольной территории, уж извините за каламбур, но их там нет. В полицию нужно обращаться для того, чтобы документировать нарушения прав человека, обобщать их и перенаправлять в международные судебные инстанции, в частности, в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека. Эти материалы станут дополнением к межгосударственным искам, которые там рассматриваются сейчас. Если вы желаете выходить на неподконтрольные украинские территории для того, чтобы подтвердить право собственности на жилье по так называемым законам самопрозглашенной администрации, стоит оценить все возможные риски для вашей жизни, здоровья и безопасности. Я озвучиваю это предупреждение не для того, чтобы кого-то запугать. То, что в Донецке у людей могут возникнуть проблемы с вооруженными членами ДНР, не страшилка, а, к сожалению, реальность. Достаточно вспомнить случай Евгении Епис. Гражданка Украины с видом на жительство в Испании была похищена в Донецке год назад. Она еще до всех этих нововведений ДНР приехала в город, чтобы решить вопросы со своей квартирой, которая досталась ей в наследство. Женщина сорвала флаг России со своего балкона, после чего к ней вошли вооруженные люди из так называемого МГБ ДНР. У этой истории относительно счастливый конец. Женщину не бросили в заточение только потому, что ее муж предал огласке все произошедшее с ней. Епис покинула Донецк после допросов и унижений. А вот что теперь с ее квартирой в центре города, можно только догадываться. Понятно, что вы, владельцы жилья, приехав в Донецк, не будете на каждом шагу срывать флаги России или делать нечто подобное. Но кто знает, какую причину найдут люди с оружием, которым просто понравится ваша квартира. К сожалению, немногочисленные советы, которые я озвучил сейчас, это все, что можно сделать или не сделать прямо сегодня и в рамках украинского правового поля. А я и дальше продолжу следить за тем, что происходит у нас дома на Донбассе. А вы, для того, чтобы не пропустить выходы новых выпусков, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Тут мы рассказываем о том, что не расскажут вам самопрозглашенные власти ДНР и ЛНР. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok